В ближайшие месяцы в Кирове пройдет два урбан-форума. В этом году их проводят силами местной общественности без поддержки администрации города. Почему решено провести два схожих мероприятия в разные даты кировские активисты сегодня пояснили. Напомню, 20-21 ноября обсуждать будущее областного центра активисты и эксперты будут в режиме онлайн. В первый день запланирована дискуссия об активности и самоуправлении горожан, второй посвящен вопросам экологии. В формате зум-конференции участники урбан-форума обсудят в частности проблему раздельного сбора мусора и чистоты воздуха. Для понимания, что такое урбан-форум, это площадка, на которой встречаются неравнодушные горожане, приглашают туда экспертов, экономистов, урбанистов и так далее, обсуждают, как сделать жизнь в городе лучше. И по идее, удачные проекты администрация города может взять, что называется, на вооружение. Было предложено столько много вариантов и столько много тем, чтобы мы поняли, что мы в один день и в два дня даже не уложимся, чтобы осветить всю проблематику, которая стоит перед горожанами нашего города. Поэтому было решено. То, что можно провести традиционно осенью, как это было, проходило во всех урбан-форумах, мы проведем сейчас и в формате онлайн. Если ситуация с вирусом улучшится, то в январе-феврале проведем еще три мероприятия, которые будут уже проходить в оффлайн-режиме. Отмечу, что урбан-форум в оффлайн и онлайн-режимах организуют разные команды местных активистов. Некоторые из них все же за обсуждение проблем города, что называется, лицом к лицу, а не в формате зум-конференции. Так вот, эта команда, в зависимости от эпид-ситуации, планирует провести, скажем так, второй урбан-форум в январе-феврале следующего года. Ожидается, что Киров посетят гости из других регионов, в частности, российский экономика-географ Наталья Зубаревич и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Будут и представители местной власти, но также в качестве гостей. В общем, в ближайшее время проблемы города в расширенном составе с привлечением ведущих экспертов будут обсуждать аж два раза. Собственно, как бы мы приняли решение, что форум будет на чьем-горе. Это коллегиальное решение большинства. Многие из всех, кстати, участвовали в первом урбан-форуме как организаторы. Но почему-то часть людей повелось так, что они объявили свою тусовочку в зуме, в которых десятки проходят, 5-6 человек на урбан-форуме. Но это вопрос только к ним.